Медосбор идет очень интенсивно. Почему? Потому что мы заранее сформировали семьи медовики, те семьи, которые мы запланировали, сделали от водки, от хороших маток. Не все пропали матки, лучших маток мы оставляем. Но главное, что медосбор идет, погода стоит. И мы сегодня поедем на вторую пасеку, чтобы снять магазины и сегодня откачать в магазины мед. Я хочу показать, насколько интенсивно идет медосбор, несмотря на то, что главный взяток июльмес. Вот посмотрите, у нас весы, контрольные весы. И вот посмотрите, какие установки. Вот 140 стоит. Я не понимаю, груз этот, как он называется, но 140 основной груз и маленький груз стоит 8. Значит, получается 148 килограммов. Мед точно есть, магазины нужно откачивать. Верхний корпус мы не будем откачивать мед. Не будем почему? Потому что там почти уже вышел расплод, но не занесли медом еще пчелы. Они должны полностью рамки занести, запечатать. А вот магазины уже там вы увидите. Мы сегодня покажем, как мы будем снимать, как мы будем эти рамки пчел стряхивать. Всю процедуру мы вам покажем. Так что поехали на вторую пасеку. Всем привет! Это пасека Лаврова. Сегодня 30 июня. Можно сказать, главный взяток уже начался. Но перед главным взятком мы всегда откачиваем мед с магазина. Почему? Потому что магазины уже полные. А впереди главный взяток. Им должна, пчелам должна быть уже работа на главном взятке. Значит, надо магазины откачать. И они заполнят на главном взятке. Магазины будут полные и запечатаны. А вот корпус с отводком мы снимать на откачку не будем. Потому что там почти уже вышел расплод. Может, немножко что-то осталось еще. И пчелы занесут вместо вышедших пчелок ячейки нектар. Сделают мед, пчелы запечатают этот мед. То есть мы его откачивать будем и снимать в конце июля. А вот магазины нужно снять и откачать. Сегодня мы вам покажем, как мы эту работу делаем. И при помощи моего помощника, апекрана, будем снимать верхние корпуса. Они очень тяжелые. Поверьте, там меда много. Снять просто мы вдвоем, просто трудно нам снять. Потом наверх поставить невозможно. Поэтому при помощи апекрана мы это легко делаем. Вы это увидите. Мне в комментариях пчеловоды пишут, что ну что-то за технология трудоемкая. И всего лишь два магазина и корпус с отводком с медом. Это мало. На такую работу это, конечно, мало. Но я же вам объясняю, что перед главным взятком мы откачиваем мед с магазина. В данном случае здесь три магазина. Там три магазина. Кое-где два магазина. Ну, чередуем. Мы смотрим, сильная семья, значит, три магазина ставим. Если чуть слабее, значит, два магазина. Но, тем не менее, они будут с медом эти магазины. Что в одних семьях, что в других. Поэтому они наберут еще три магазина. В данном случае семья. И получается шесть магазинов. Корпус с медом. На весах. Контрольный улей у меня дома на весах стоит. Уже показывает 150 килограммов. Ну, это вместе все. Привесы идут. Надо мед откачать. Поехали, покажем, как мы это делаем. Кирпичи надо убрать. Так, подковырнем. Смотрите продолжение. Поехали. так что у нас третий корпус третий корпус не запечатан, но уже запечатается третий корпус печатается мы будем смотреть дело в том, что надо разгрузить можем третий корпус оставить он печатается ну вот третий корпус чуть-чуть еще, наверное, мы его оставим третий корпус так, а второй корпус а второй корпус сейчас да, мы добрались до корпуса немножко настройки эти поснимаем здесь уже запечатано ну и здесь конечно уже запечатано все рамки запечатаны вот этот надо уже убрать возможно с третьего корпуса мы уберем две-три рамки поставим туда суши пускай работает ну и здесь вот 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 Будем убирать Полностью Возьмем Запечатана рамочка Это говорит о том, что мед зрелый Его нужно видеть и откачать Если мы не откачаем У меня такой практики Не откачали Меда достаточно много Пчелам работать негде И они будут роиться Надо им давать работу Возьмем 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 Продолжение следует... Ставим магазины... Откачанный мед с рамок мы снова комплектуем и ставим... Взамен... Так, второй... Ну вот, уже им будет работа... Уже... Чулы снова начнут работать... Если это будет необходимо... Можно проверить... Это же нетрудно снять... При помощи опекрана... Верхний корпус... Проверить... Если полный, запечатанный... Ну, еще раз откачать... Это уже дело хозяина пчеловода... Пожалуйста, откачивайте еще раз... Давай... Я так думаю, что мы... Возьмем несколько... Рамок... Ну вот... Паште он зрелый мед... Дополним... И поставим сюда... И поставим сюда... Немножко разгрузим... И третий корпус... Я так думаю... Я так думаю... Ах... Пчелы работают хорошо. Всё, кладём решётку. Всё, кладём решётку. Всё ставим на нос. Снимаем. Вот так вот. Легко, удобно. Легко поправить. Всё, работа есть. Пчёлы работа есть. На июль месяце я говорю, что можно проверить ещё. Через две недели посмотреть. Есть и полные магазины. Даже корпус посмотреть можно откачать. Но просто нам это не по силу. Мы уже в возрасте. Поэтому мы будем ждать уже конца июля. А вот откачать сейчас. Мы вынуждены откачать этот мёд. Потому что всё мёдом забито. Пчёлы работают с маткой. Внизу пчёлы, которые были и выводили с маткой, они работают на эти магазины. А пчёлы от водки. Они работают через свой литок на свой корпус. И как бы все пчёлы заняты. Все заняты. Им не до роения. Но чтобы была бы работа. Надо следить за этим. Чтобы была бы работа у них по медосбору. Тогда им будет не до роения. Легко запустить пчёл в роевое состояние. А потом вывести очень сложно. Некоторые говорят, я знаю приёмы. Быстро выводятся. Ничего подобного. Они очень сложно выводятся из роевого. А вот не допустить их довольно легко. Чтобы не допустить. Нельзя допускать. Ну а всё. До свидания. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Смотрите мою технологию, как я работаю. Пока.